Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Добрейшее, веселейшее утро из Киева. Сейчас я нахожусь в Киеве и из Киева традиционный урок Торы. Хух прибежал из Сути, был в Суке. Был я в Суке, помолился, все хорошо. И сейчас мы продолжаем изучать Хитас. Хитас это Хумаш, Таня, Теделим, Псалмы царя Давида. И значит, сегодня у нас число называется 17 число месяца Тишрей. 17 число месяца Тишрей. И мы сейчас находимся 17-го Тишрея в первый день Холямоед за границей, а в Израиле это второй день Холямоед. В общем, слова непонятные. Кто у нас начинающий, только начинает изучать Тору, объясняю, что в месяце Тишрей находятся основные всееврестии праздники. То есть это месяц наполненный, его называют месяц великанов. Он очень мощный такой, да, месяц, начали мы месяц, было два дня Рошашана. Рошашана это день суда. Значит, все человечество, без исключения, всех судили за прошлое, за будущее. И, значит, вынесли всем приговор. Какой-то приговор, имеется в виду матрица. Ну, не то, чтобы вынесли приговор, да, человек сам себе выносит приговор. Начайте стопроцентно ответственность за все, что с ним в жизни происходит. Потому что человек живет по своим убеждениям, по своим жизненным сценариям, по своим правилам. И вот именно это просто утверждается небесным судом, что вот ты, вот твоя жизнь, во что ты веришь, так ты и будешь жить. Интересно, что даже есть такая идея, что твой день, вот как ты живешь день, это твой год. Потому что, как ты проводишь день, сколько ты времени уделяешь каждой сфере своей жизни, какое у тебя настроение, да. Яков Шатанин, Мазальтов, у него, то есть у каждого человека, он, его не надо судить. Нужно просто зафиксировать, вот какой он. И, значит, первого, второго Тишре, Рошашана зафиксировали каждому из нас, какой мы. Ну, какой он, какой я, какой ты, какой он. Дальше, дальше идет 10 дней раскаяния. За эти 10 дней они предназначены для того, чтобы что-то изменить себе. Главное в раскаянии это поставить себе новые цели. То есть человек, он может измениться, если он даже скажет, я жалею о том, что я делал раньше, это еще не значит, что он изменился. Ты скажи, что ты будешь делать дальше. Вот это главное. Поэтому, поэтому в 10 дней раскаяния это время предназначено было для того, чтобы ставить новые цели, ставить новые какие-то себе правила, ставить новые убеждения. Вот я буду вот таким. Дальше. Дальше идет Йом-Типур, день искупления. Йом-Типур это день прощания со собой старым. То есть ты прощаешься со собой старым, ты говоришь свыщенному, я все, я раскаиваю все, что я делал неправильного в прошлом году. Все, это как стиральная машина. Ты день крутишься в стиральной машине, и ты своим раскаянием говоришь, я больше не хочу делать то, что я делал. Все, я хочу делать то, что я задумал себе делать в эти 10 дней. И тебя крутит в этот день, так как ты без еды, без воды, и все, стоишь в синагодии. Тебя в этот день просто прокручивает, прокручивает, прокручивает сквозь вот этот процесс очищения. Опа, день искупления, и ты выходишь чистенький новенький. И потом начинается праздник Суккот. В неделю мы живем в шалашах, трусим каждый день вот этими видами растений. Четыре вида растений, такой трог красивый, лулав и так далее. Трусим ими, читаем аллель. Аллель – это специальная молитва прославления Всевышнего. И радуемся. Главное, вот эта неделя – это напитать себя, свою душу, свое мышление, свое подсознание, напитать вот этим топливом, которое самое является главным в жизни, самым ценным в жизни, самым главным в жизни, в счастливой жизни. Это ощущение радости. И вот это ощущение радости, если ты не можешь поймать в эти семь дней, так ты и весь год его не сможешь поймать. Вот в этом было очень для меня такое открытие этого года, что если ты во время, предназначенное для радости, когда ты очистился от грехов, когда ты начинаешь новый цикл, если ты не можешь в этот момент, живя в шалаше, то есть ты живешь в шалаше, читаешь книгу Каэля, это экклезиаз, да? Как раз в Сукот изучают экклезиаз книгу Каэля, да? И ты не можешь в этот момент расслабиться и порадоваться, значит, у тебя что-то в твоей системе координат не так. Значит, ты что-то в своей жизни запутался в своих правилах, в своих каких-то ожиданиях, в своих интерпретациях, то есть в том сценарии, в котором ты живешь, есть какой-то сбойчик, да? И вот именно нужно понять это, эти семь дней для этого предназначены, чтобы ты задумался и сказал, секундочку, то, как я живу, нет у меня радости в жизни. Что, я хочу жить дальше без радости? Не хочу жить дальше без радости. Значит, я должен пересмотреть свой подход к себе, к жизни, отношения. Все же в этом мире относительно. У меня самый любимый мой пример, который показывает, насколько все относительно, это берешь три ведра. Ведро горячей воды, ведро холодной воды, ведро комнатной температуры. Засовываешь правую руку в ведро горячей воды, ну или в кастрюльку. Левую руку засовываешь в ведро с холодной водой или в кастрюльку. И сидишь, держишь буквально две минуты. А потом обе руки вытаскиваешь и засовываешь эти обе руки в кастрюльку с водой комнатной температуры. И что ты чувствуешь? Ты чувствуешь, что рука, которая из горячей воды, чувствует эту воду комнатной температуры как холодную. А рука, которая из холодной пришла, чувствует как горячую. И ты понимаешь, что комнатная температура, твоя жизнь, то, что ты считаешь сейчас нормальным, по факту это относительно того, что ты считаешь ненормальным, что ты считаешь плохим, хорошим и так далее. Если тебе все время не хватает, так у тебя шансов нет. То есть тебе и вчера не хватает, позавчера не хватает, позапозавчера не хватает. То есть если тебе все время не хватает и тебе плохо, так нет шансов, что тебе будет хорошо. Значит, пересмотри как-то свой подход, научись радоваться, ну и так далее. Мы сейчас не будем за 20 минут подробно смотреть, как пересмотреть свой подход. Значит, мы знаем только одно, что каждый человек живет по каким-то правилам. Эти правила, по которым человек живет, Бурухату Адуйной, Элюэйну Малехуаром, Шаколь, Неабидарой, Он получил от, скорее всего, от своих родителей изначально. У тебя кофе пью всю жизнь. Почему? В детстве я вот запомнил, как сейчас помню, в воскресенье, Папа делает кофе маме и мне. Мне, я маленький, детям тоже кофе, с пеночкой с такой он делал кофе. Если бы я кофе этот в детстве не пил, я бы и сейчас не пил кофе, Но я в детстве получил правило, что кофе это кофе, это удовольствие, это вкусно. Это маленький пример, но все, что есть у человека, он получил от кого-то. Все правила, убеждения, цели, стремления, все. И те правила, по которым человек живет, они выдают ему результат его жизни. Вот его жизнь это конкретный результат тех правил, по которым он живет. Теперь Тора, это правило, которое дал Всевышний. Дал Всевышний, как надо жить. Изучая правила Бога, правила Всевышнего, ты через эти правила с Ним соединяешься. Выполняя эти правила, ты с Ним соединяешься. И эти правила, как про Тору сказано, что Тора, она дарке, дарке, но, но, веколь нитивате шалом. Что дарке, пути ее, пути приятные. И все ее тропиночки, шалом, они все ведут к шалому, к соединению, к объединению, к любви, к радости и так далее. Поэтому, если ты берешь себе, как правило, Тору, тогда у тебя будет вообще в жизни все идеально. Все. И вот сегодня как раз в Хитос, Хитос это то, что мы изучаем этот год. Сегодня в Хитос как раз есть отрывочки из книги 365 размышлений Рэбе «Обретение неба на земле». Я все не понимал, почему он все время пишет про женщин. Вот именно здесь. Каждый кусочек, каждый день что-то про женщин. А сейчас я понял, книга-то называется «Обретение неба на земле», «Обретение рая на земле». А рай на земле, Паторе, это когда у тебя в семье хорошее отношение. То есть, если ты сумел выстроить у себя в семье шалом байт, то, что называется шалом байт, мир в доме, тогда, тогда у тебя уже здесь рай на земле. А если ты не выстроил у себя мир в доме, да, то тогда что? У тебя ад на земле. И то, что Бог сделал женщину Эзерк Энегдо, помощник против него. И в самом начале Торы Раша объясняет, великий мудрец, который мы изучаем Тору, что удостоился, если перед Богом, так жена ему будет помощник. Не удостоился, она будет против него, она будет ему все время показывать. У тебя пробой, у тебя здесь пробой, у тебя там пробой, у тебя здесь пробой. И она его будет подпиливать, пока месть, или он не убежит от нее и останется со своими дырками и со своими ошибками, или пока месть он их не исправит. Но если он их исправит, у него рай на земле. Если он их не исправил, у него ад на земле, и он, значит, через страдания, он должен совершенствоваться. Понятно, да, идея? И вот здесь пишет Ребе сегодня такой вот очень важный отрывочек. Он пишет, взаимоотношения мужа и жены в нашем мире отражают отношения Создателя с его творением. То есть, получается так. То, как ты взаимодействуешь со своей женой, или жена с мужем, например, это отражение, то, как ты взаимодействуешь со Всевышним. И он пишет, нет ничего более важного для совершенствования мира, чем это. То есть, Шломбайт это самое важное для совершенствования мира. И по мере приближения мира к совершенству. Мы находимся сейчас в последнем этапе, когда мир уже приходит к вот этому божественному свету, когда полностью все будет проявлено. Он пишет, по мере приближения мира к совершенству все больше усиливается сопротивление. То есть, то, что называется злое начало, оно именно в эту точку все время бьет. И пишет Ребе, теперь, кажется, абсолютно все подрывает самую хрупкую основу связи между мужчиной и женщиной. То есть, на сегодня мир, идеология, устройство мира, пропаганда, которая есть сейчас, вседоступность, вседозволенность и так далее, все это конкретно разрушает хрупкую основу связи между мужчиной и женщиной. То есть, сейчас действительно это вот именно идет фронт, вот фронт, да, такой борьбы со злым началом, как раз в вопросах семейных отношений. У нас книгу мы выпустили, одна из авторов, психолог писала про семью, про воспитание детей, что девочек надо воспитывать как девочек, а мальчиков как мальчиков. Эту книгу запретили в Украине продавать и ее в библиотете не взяли. По протестам сексуальных меньшинств они сказали, что это за такой вообще подход вообще, да, что девочек воспитывать как девочек, а мальчиков как мальчиков. Нет, говорит, всех надо воспитывать как оно, и пусть это оно, потом решает, тем оно хочет быть. И это на государственном уровне приняли их точку зрения. И книгу эту, нашу книгу, которую мы издали, традиционное воспитание. Марина Ланди написала эту книгу. Не взяли в библиотете, представляете? Это то, что Рэбе писал еще около 30-40 лет назад, что теперь, кажется, абсолютно все подрывает самую хрупкую основу связи между мужчиной и женщиной. Вот так вот. Дальше. Сегодня продолжается, продолжается сегодня три... Мы изучаем Хумаш, Пятикнижия, и в сегодняшнем отрывке рассказывается благословление для 12 сыновей Яакова. И Мушарабейну перед смертью дал 12 коленам, дал благословение. И тоже мы здесь видим, что не только мужчина и женщина разные. Было у одного папы, у Яакова, у него было, правда, 4 тогда жены, было 12 сыновей. И, значит, каждому он дал разное благословение. У каждого человека есть его жизненный путь, его предназначение, его темперамент, его талант. Интересно, что Тора, вот когда обсуждает момент судьбы, если у человека судьба, приходит к очень интересному такому заключению. Что у человека есть судьба, но в каком формате? Вот приводится такой пример, что, допустим, кто-то должен проливать кровь. Вот он, по сути своей, он человек, который агрессивный, который, у него есть вот это вот, ему хочется кого-то зарезать. Да, прям, вот есть эти люди, я знаю этих людей, прям он хочет кого-то зарезать. Это его темперамент, это его судьба. Но, но, говорит Тора, дальше у него полная свобода выбора. Он может быть убийцей, и он может быть полицейским. Он может быть хирургом, и он может быть резником, который режет кошерный скот, да, по законам. Самые святые люди, это вот эти вот шохиты, которые должны настолько все сделать правильно, чтобы кошерным мясом накормить. Это там, очень они должны быть педантично выполнять западе Всевышнего. Но, при этом, он за день может 30 коров зарезать. Ну, то есть, прямо перерезает им горло. Но, опять же, а можно быть каким-нибудь там, я не знаю, кто еще есть агрессивный, военные, да, воины, которые воюют. А можно быть террористом, можно быть военным, который ловит террористов. То есть, то, что у каждого есть его темперамент, а кому-то, например, для него вообще это дико для него, чтобы быть, он пацифист такой, да, вот он пацифист. Он за мир, все. Но, как он будет за мир? Он может быть за мир, вот эти сексуальные меньшинства, они тоже за мир. Они, в общем-то, и неплохие люди, им кажется, что они делают лучше. То есть, они уничтожают мир вокруг себя, но сами они себя считают добрыми, хорошими людьми, которые борются за правое дело. Но, при этом, они, вот то, что они назвали правым делом, по факту, это дело, которое уничтожает мир и просто уничтожает его. Но, они могут быть хорошие, добрые люди. То есть, вот тут уже свобода выбора. Как ты свой темперамент и как ты свой талант, ты его реализуешь по правилам Бога, которые Бог сказал, это добро, это зло. Или по правилам каких-нибудь непонятных людей, которые... Карл Маркс тоже думал, что он все правильно говорит. Он думал, весь мир насильно мы разрушим до основания. А затем, мы наш новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. Прекрасная идея. Но, что он сделал, как реализация этой идеи, он предлагал? Он предлагал забрать насильно имущество у тех, у кого оно есть. И разделить его между теми, у кого его нет. Значит, что все должны работать и все должны работать. Отличная идея. Но, то, что если ты не хочешь работать, тебя надо посадить в тюрьму и заставить работать. Это уже он от себя добавил. Понятно, да, идея? То есть, когда человек... У каждого человека есть стремление к добру, внутреннее стремление. Но это его душа. Она одета в животное такое, в животный скамфандр инстинктов. А вот какие правила, по каким правилам ты живешь? В каком сценарии? Какую ты дал себе роль? Какие ты ставишь себе цели? Как ты себе описываешь людей? Как ты больше ты благодаришь или больше ты, наоборот, критикуешь? Это уже свобода выбора. Но, опять же, это свобода выбора только в рамках той информации, которая у тебя есть о мире. Если у тебя информация о мире, что хорошо, например, вот человек один выбирает, куда ехать, да? Он знает, что есть у него два направления. У него есть направление, одно направление у него на Канатоп, а другое на Полтаву. Все, и он выбирает. Он не выберет никогда поехать там в Сингапур. Он не знает про Сингапур. У него Канатоп или Полтава. То есть, и от той информационной системы, в которой ты живешь, зависит, какой выбор ты будешь делать. Поэтому мы изучаем Тору. Я, к сожалению, не успеваю за короткий урок, 20 минут, очень много пройти. Но я очень хочу, чтобы прямо со следующего урока, я вот попрошу, кто у нас помогает. Гриша помогает у нас, Яков Шатадин помогает, да? Чтобы мы делали так, чтобы вот та книжечка хитос, по которой мы идем, чтобы вы могли ее сразу же скачивать. Чтобы у нас была ссылочка для скачивания. Вернее, не так. Чтобы была ссылочка под уроком на группу в Телеграме. На то, чтобы подписаться, чтобы получать эти уроки прямо себе в Телеграм, в мессенджер. И когда идет урок, чтобы к этому уроку была ссылочка на хитос, вот эти, которые мы изучаем. А испытания, вот смотрите, вот говорит Николай Федоренко, да? Благодарю всем поменьше испытаний. Испытания к нам приходят как следствие наших прошлых выборов. Следствие наших прошлых выборов, наших прошлых каких-то решений и так далее. Причем, что удивительно есть. В детстве ребенок, он принимает какие-то решения еще неосознанно. И возможно, что вся его жизнь потом, это следствие его вот тех вот принятых решений, которые он когда-то принял как свой жизненный сценарий. И очень важно, прям очень-очень важно. Я по себе знаю, что у меня Тора, я пришел к Торе, мне было 25 лет, 24 года. И у меня Тора, вот эти знания, они сели уже на жизненную какую-то позицию. Какие-то у меня были жизненные правила, по которым я когда-то жил. И если я перестаю, вот хоть на один день перестаю изучать Тору, то у меня вот эта вот система координат Тораническая, она начинает слетать. Потому что под ней находится совершенно другая структура детских решений и понимания, которые были тогда. И если я опускаю окружающий мир, информационные потоки к себе в голову, то они просто рушат. То есть просто рушат голову, потому что современный мир, он совершенно просто сумасшедший. Включите телевизор, все вот эти вот программы, которые крутят постоянно без остановки. То есть идет такая пропаганда какого-то вообще совершенно непонятного сумасшествия, как надо жить. Все, всем удачи и успехов. Магимли Симха, сейчас мы 7 дней тренируемся радости. Тренируемся радости. Если радости нет, почитайте. Есть книга Равшалом Аруш, Сад Благодарности. Очень круто она объясняет про радость. Есть книга опять же Равша, Шалом Аруш, Сад Веры. Очень рекомендую его книги. Они дают простую понятную систему, как прийти к радости, к вере, к благодарности. И уже потом на это накладывается все остальное хорошее. Удачи, успехов. Магимли Симха, это сейчас время для радости. Всем радости.